Днём Победы! Берём газеты за суверенитет! Татьяна, здравствуй, с праздником! Расскажи, пожалуйста, как у тебя сегодня день сложился. Замечательно. Вот раздаём газеты наши за суверенитет. Да, вижу. Коленочку можно взять одну? Конечно, возьмите. Всего доброго. С праздником вас! С праздником вас! Как вам доволен? Да. Остальное как сложится? Конечно. Всё будет замечательно. Нам нужна новая победа. Собираем подписи за восстановление полного государственного суверенитета России путём изменения колониальных статей Конституции. Вот которую в 93-м году нам, прямо скажем, написали западные специалисты. Агентство USAID принимало участие в написании этой Конституции. То есть эта Конституция была принята под расстрел парламента, вы, наверное, знаете. И вот мы в наших требованиях ещё требуем расследовать незаконное разрушение Советского Союза в 91-м году. Ну, вы думаете, это у вас что-то будет? Нам нужно собрать 2 миллиона подписей. Это воля народа. Вот сегодня, кстати, знаете, кто поставил? Рашкин Валерий Фёдорович поставил свою подпись. Мы очень рады. Вот сейчас здесь, да. И вот он сказал, что будем собирать подписи вместе, что это общее дело. Что нам, я говорю, присоединяйтесь, можете бланк свой разработать. Он сказал, да, приходите. И вот это ещё одна наша маленькая победа. Организации присоединяются активно. И нам нужно собрать 2 миллиона подписей, чтобы снова одержать победу. Своё дело, Советский Союз надо восстанавливать. Это великая держава. И мы быть и будет в Советский Союзе обязательно. Если это поможет, и суд буржуарный, и суд вдруг с ума сойдёт и вынесёт решение в пользу восстановления Советского Союза, я буду аплодировать. А вам огромное спасибо. Спасибо вам большое за то, что приняли участие в освобождении нашего Отечества. Вот хотелось бы спросить ещё. А можно рассчитывать на то, что Коммунистическая партия присоединится организованно к сбору таких подписей? Ну давайте, мы готовы. Будем собирать. Но главное, это не сбор подписей. Главное, это исковое заявление. И возможно, здесь же готовится исковое заявление. Надо грамотное обоснование и подача в суд. Мы готовы, давайте. То есть вам можно позвонить, вы телефон вот оставили и дальше поговорить, план обсудить, да? Да, говорили, да. Спасибо вам большое. Всего доброго, с праздником. С праздником. Нам снова нужна победа. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok